добрый день всем привет приятной субботы так представляю вам михаил кашкаров разработчик в отделе компиляторов и нейросетей московского исследовательского офиса самсунга в этом докладе он узнает вы узнаете как с помощью вставки специальных меток в тела и лф файлов определять различные характеристики например совместимость abi на этапе линковки и загрузки формат типов данных и их совместимость а также атрибуты функции их покрытия и требования времени выполнением также многое другое михаил расскажет для чего это все может пригодиться как создается на этапе компиляции и дальнейшее применение а также как в samsung на живых примерах внедряли эту технологию в свой гну gcc компилятор в качестве эксперта сегодня выступит сергей платонов хорошо известный в русском cpp комьюнити разработчик постоянный участник и организатор плюсовых конференций в россии также не забывайте подключаться к телеграмму данного данного доклада для задавания вопросов господа доброе утро день субботник еще раз привет доброго как вас погода мы все в разных частях как я понимаю россия и не россии и не россии и не только да у меня очень хорошо я оторвался от прогулки с детьми чтобы поучаствовать еще раз послушать замечательный доклад михаил это не первый раз мы прогоняем теперь михаил как с погодой ну прохладно дожди постоянные уже за окном как бы ночь подожди ты в каком часовом поясе в московском 5 часов вечера в москве ноябрь в москве время такое там можно солнце и месяцами не видеть я поэтому и переехал в петербург это прям очень хорошая шутка может я стандартного пробовать нет спасибо не уверен что оплата будет соответствующей техническим знанием а ты программируй прямо выходи программируй заодно шутить двойной оклад не знаю не знаю где-то платят за стендап и риал-тайм кодинг конечно да поискать надо сам сумки любят юмор вполне но у меня плохо с как-то придумыванием что так на ходу поэтому ничего смешного сейчас вряд ли скажу без проблем не просто интересно например если не знаю смешные названия что знаешь как например яндекс есть общее собрание на всю компанию которая называется хурал хурал это такое собрание в тюркских народах от монгольского монгольское слово когда мы монголы шли в походы это все такое они собирали хурал чтобы там все всем всем походам решить чё и как ну прекрасно же когда у тебя в компании когда собирается это называешь хуралов все на хурал да все хурал реально и раз в неделю все хорошо да звучит круто на хуралится да не в пятницу проводить а я честно я так все они пушин помню когда что слушаем про эльф файлы поехали можем а тюже так слайды видно еще раз тогда добрый день меня зовут михаил кашкаров и сегодня хотел бы рассказать вам про аннотирование файлов что это такое зачем это понадобилось откуда мы это взяли как и как у себя внедрили ну и что из этого получилось и что в итоге из этого используется в части наших продуктов была такая задача необходимо было проверить то что все библиотеки приложения собраны с определенными опциями компиляции так сказать с определенными политиками для релизных продуктов включены все необходимые релизные флаги например на защиту стека fortify option всевозможные ассертейшн и из стандартных библиотек и то что все приложения всей библиотеки собраны с одинаковым и бием то что все опции влияющие на библиотеки переданы одинаково используется один и тот же набор для того чтобы предотвратить падение в режиме работы приложений на конечных уже девайсах бишь телефонах телевизоров и так далее и если мы найдем объекты в которых таких три такие требования не выполняются мы хотим узнать что это за объекты что это за приложение какие-то исходные файлы это функции чтобы проанализировать почему у них это не применилось и исправить соответственно первый подход был это просто передать все необходимые опции всем библиотекам всем приложением но так как множество проектов состоят из большого количества числа приложений и у всех этих приложений самый разнообразный зоопарк сборок и семейк и ninja и так далее и самописные шиловские файлы поэтому сложно с первого взгляда сказать и убедиться в том то что опции которые мы передаем сверху действительно применились ко всем файлам не выбросились для поле для определенного набора приложений и так далее второй наш подход это состоял в предоставлении такой тулы который анализирует уже конечные бинарные файлы допустим библиотеку либо исполняемый файл на предмет того применились ли опции задача нетривиальная и осложняется тем то что не все опции можно задетектить на таком этапе и сложно определять опции которые применяются только к определенным функциям которые перезаписываются с помощью атрибутов функций например то есть этот подход тоже не подходил не удовлетворил нас полностью нам надо было все это объединить и как-то придумать как сохранять всю необходимую информацию все оптимизации не только к определенным функциям и не только ко всем файлам но и кусочком исходного кода кусочком функции так далее и как это должно прикрепляться к бинарникам как-то хранится должно и как-то передавать ну и соответственно это все должно быть компактный нам чтобы облегчать анализ чтобы облегчать сам последующий сбор информации последующий сбор с помощью сторонних тулов в редхете для такой проблемы сделали так называемый плагин для gcc называется anabin сокращенно от annotate binaries этот плагин уже вовсю используется в операционной системе fedori в их системе сборки в том числе и в релизе и все новые пакеты которые туда поступают они уже собираются с этим плагином который выполняет все необходимые функции так вот этот доклад это объяснение того что такое anabin как мы применили этот плагин у себя и как расширили его включив в стандартный толчейн то есть в компилятор линкер загрузчик и расширили его применимость под наши требования я надеюсь по названию доклада все представляют что такое l файлы но для тех кто впервые слышит эту аббревиатуру это формат исполняемых файлов на системе линукса executable and linkage format плагин анабин сокращенно еще раз от annotate binaries он добавляет специальные маркеры такой формат для дальнейшего их для дальнейшей их обработки и чтения всевозможными тулами основные цели которые позволяют решить такие небольшие маркеры каждом бинарном файле это вот проверить все объекты на и би совместимость проверить флаги необходимые то что объекты собраны с определенными флагами с определенными дефайнами и так далее и с помощью объединения всех этих проверок мы можем даже получить требования для запуска таких приложений что это такое как-то работает дальше покажем примеры для совместимости и би я включаю для себя допустим стандарт формат стандартного long double то что она разных компиляторных на разных толчейных соответственно формат может быть разным по размеру тут также еще приведем пример с перехода с 11 стандарт с предыдущего с 98 стандартно или с 3 на 11 стандарт когда изменился в гц и био из для стрингов и листа это тоже позволяет детектить данный плагин компиляторный эти функциональности которые предоставляет вставка небольших метод она расширяет расширяет свойства так что мы можем сказать что объект первый объект допустим не зависит от какого-то определенного свойства и био а второй зависит значит их можно скомбинировать вместе или если они используют совсем разные и совместимые и био и стандарты то тогда их нельзя линковать нельзя запускать и так далее вот самый простой пример это с white чаром то что если у него разный размер нам хотелось бы это детектить уже на этапе компиляции на этапе линковки в общем случае этот вопрос можно сформулировать так то что в одном объекте x мы хотим понять совместим ли он бинарно с объектом y еще на этапе компиляции линковки опять же до запуска чтобы не разбираться уже в во время работы приложений что пошло не так почему я проблема появилась и этот вопрос также включает использование стандартных базовых типов например до отслеживания размеры базовых типов опять же подходит под это определение white чар и соответственно хотим детектить только те случаи которые реально влияют на совместимость на те которые не влияют отбрасывать ничего в этом случае не будет меняться хотим найти так сказать множество опций с которыми были собраны объекты и понять с теми ли опциями собралось которые мы ожидаем в итоге увидеть допустим для релизных версий приложений или библиотек мы хотим компилировать их с определенными опциями безопасности stack protector branch prediction все со 2 и так далее и в итоге просто по конечным бинарникам сказать все ли они были скомпилированы допустим со 2 сели были скомпилированы с fp или все ли использовали одну и ту же версию компилятора они какой-то стороннюю версию терминах x и y опять же можно сформулировать как есть у нас объект x был ли он скомпилирован с опцией y или вот был ли объект x компилирован с версией нужный компилятор эти опции не только от компилятора еще хорошо бы находить но и от линковщика потому что линковщик может добавлять свои опции связанные с релокациями символов и так далее это мы хотели бы тоже узнавать чтобы потом анализировать ожидаемое ли поведение итоге получилось или нет и все предыдущие цели используется для того чтобы понять можем ли мы запускать в итоге скомпилированные все бинарники или библиотеки на плотно целевой платформе самый простой пример это подходит ли допустим размер стека который в итоге требует приложения все эти возможности все эти вся эта информация которая записывается у нас должна быть конечно же достаточно простой она должна быть небольшой и быстрый для очистения от работ и обработки нужно использовать во время линковки и во время запуска на запуск приложений довольно критичная вещь по плане производительности и мы не должны не вносить никакого дополнительного перфоманса на запуск базовых приложений допустим запуск браузера на мобильном устройстве как то реализовано реализовано это все с помощью так называемой эльфноут секции эльфноут секции это стандартизированная секция для внесения различных заметок в бинарные файлы которые уже используются компиляторами например gcc и lvm туда записывают версию которые были скомпилированы объектные файлы эти секции можно расширить на новые наборы и для наших и для задач которые были описаны и by совместимость запоминание опций с которыми все скомпилировалось и предоставление правил для запуска приложений на устройстве это все делится на две так называемой группы аннотаций аннотации или заметок на небольшая область будет хранить небольшой маленький набор заметочек которые необходимы только при запуске приложений на устройстве на девайсе допустим на телефоне либо на телевизоре о этим заметочкам будет решаться можем ли мы запускать или нет приложение и вторая секция которая уже не загружается в память и хранится отдельно это так называемые расширенные заметки которые уже предназначены для анализа либо внешними приложениями либо статическими тулами туда уже идет вся 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 подробная информация которая не нужна при загрузке приложений допустим там есть анализ всех функций и все 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 необходимые опции компиляции с которыми собрано было это все для статического анализа нужно и эти заметочки эти аннотации они будут вставляться соответственно компилятором немного и расширяться линкером и и дальше как-то процессится эти две группы заметочек аннотаций делятся на две группы вот одна статическая незагружаемая это большая группа она не идет в память можно рассматривать ее как аналогию с дебаг инфой которую можно выкусить из бинарника положить отдельно и дальше уже отдельно анализировать маленькая группа которая используется при загрузке приложений динамические аннотации не как раз идут память и уже линков и уже динамический загрузчик решает стоит ли запускать приложение или нет поговорим немного про статические аннотации статические еще раз это незагружаемые те которые можно рассматривать как расширенный дебаг информацию но не формате заметочек эль файла у всех у них есть свойства которых описаны области применения к исходному файлу то есть это начало исходного файла и конец исходного файла это все делается по адресам функций они все реализованы в виде текстовом формате для их удобного прочтения сторонними тулами они не сервизуются и поэтому имеют больший размер физически на диске чем загружаемые аннотации их можно и смотреть руками читать руками с небольшим как бы преобразованием сторонних тулов в основном это всякие специальные коды и таблица соответствия что какой код означает какая опция там записаны или нет сейчас покажем пример таких заметочек выглядят они вот так как стандартные сишные строки с заканчивающейся бэкслэш 0 все начинаются с одних и тех же двух букв джей сокращенно гну атрибутс и позволяет записывать как и текстовую информацию как и все различные значения как из булевские значения свечи и так далее и соответственно этот формат очень хорошо расширяется есть стандартизированные атрибуты допустим из какой версии сбил делать приложение именно определенный конкретный файл была ли опция какая-то примена вот в середине слайда есть пример для стак протектора у него есть код у этой опции записан этот код и дальше записан применен он или нет тут не показано но еще у каждой заметочки есть адрес начала и конца область исходного файлов к которому эти заметочки применяются то есть мы можем сказать то что какой-то атрибут имеет такое-то значение на весь файл на определенные функции у него совсем другой атрибут что просто прекрасно эти атрибуты соответственно они могут применяться совершенно разным функциям совершенно разным объектным файлом и не перекрываются только по диапазонам адресов конечных и в итоге мы после внедрения таких заметочек после их анализа можем получить стопроцентное покрытие исходных файлов и сказать что в какой функции действует какие опции то действуют какие атрибуты тут и так далее эти аннотации эти заметочки также бывают динамически это небольшая уже область которая сервализуется в бинарном формате используется для при чтении используют для запуска объектов уже она читается динамическим загрузчиком спецификация этих заметочек стандартизирована линуксовым jb и каждый вендор каждый производитель или если кто-то хочет что-то свое добавить как это сделано соответственно показано в линуксовом jb и есть такой документ и все остальные тулы которые читают такие заметочки могут прочитать вашу но они не не будут знать что с ней делать и просто будут игнорировать то есть поддерживаются они в качестве расширения или дополнения пример таких заметочек они состоят из так сказать массивов свойств то есть просто битвой массив для некоторых из них которые мы говорим включена ли опция x или нет допустим мы хотим сказать то что какой-то определенный файл он должен использоваться только на версии 2.0 нашего окружения а такой-то файл используется только на у 1 и у каждого соответственно динамических заметочках динамических аннотациях будет соответствующая пометка для версии 1.0 версии 2.0 и это уже будет читать линковщик при при склеивании объектов и будет их межать в зависимости от своих внутренних политик для числовых значений определенного типа это допустим просто выборка максимального значения для текстовых заметочек и всевозможных других типов уже в зависимости от реализации как мы решим того требуется допустим мы хотим записывать определенные опции компиляторной и проверять их на запуске то есть мы вводим заметочку битовая маска который сказано то что в итоге этот файл собран с стак протектором с санитайзерами и допустим с еще какими-то опциями для security проверок все это допустим уже используется в релизных бинарниках другой пример допустим мы хотим записывать размер стека который требуется на рантами на устройстве это то значение которое загрузчик использует для того чтобы выделить определенный размер стека на уже при запуске на девайсе на устройстве все это конечно замечательно но как-то реализовать как внедрить в систему сборки в тучейн upstream версии таких заметочек это сделано через компиляторный плагин отдельная тула которая должна быть синхронизирована с компилятором под определенную версию компилятора передаем плагин который это все записывает мы пошли по другому пути и внедрили это все и в компилятор и в линкер и загрузчик компилятор соответственно генерирует такие заметочки аннотации на все объекты линкер их объединяет уже сравнивать по своим правилам загрузчик читает небольшие заметочки и которые уже загружаются в память и решает что дальше делать с приложением при запуске рассмотрим первую область поподробнее интеграция в компилятор на каждый компилируемый объект у нас создаются аннотации аннотации привязаны к регионам кода исходного кода они могут быть привязаны как и ко всему файлу от и к отдельным функциям то есть тут уже автоматически поддерживается атрибуты функций атрибуты переменных и так далее на каждой строчке файла может быть своя аннотация включается это все простой опции компиляции минус f на бин и дополнительные дополнительные заметочки которые мы хотим генерить также настраиваются просто списком того что мы хотим записывать в итоге звали это позволяет нам варьировать размер выходного файла и то что мы хотим проверять или не проверять записывается внутри компилятора это все в одном из самых последних пасов когда уже вся 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 информация доступна то есть у нас уже отработали все оптимизации сгенерилась дебаг информация и мы уже на пути к составлению финальной версии того что получается из сгенерируемого сгенерируемых исходных файлов то есть тут мы можем записать уже и какие оптимизации отработали и какие нет какие зафейлились почему они зафейлились и всю 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 информацию которую компилятор имеет владеет во время компиляции объекта но которая потом пропадает либо потому что сейчас нет таких опций либо потому что просто не требуется но нам допустим интересно что там происходит записываются они все записывают заметочки компилятор соответственно в двух местах на компиляции каждой функции то что в центре не выделено что генерирует стандартная версия компиляторы данном случае gc генерируем тело функции пролог и пилог если мы хотим записывать заметочки уже перед прологом мы генерим заметочки для последующего региона памяти и в конце мы тоже можем генерить заметочку и обозначаем то что это конец предыдущей заметочки то есть это можно рассматривать как маркеры начала и конца заметочек и соответственно внутри функции это тоже может раскрываться если у нас идет какой-то вызов либо если атрибут на какую-то переменную то есть таким образом достигается покрытие всего кода без исключений есть глобальные заметочки которые привязаны всему файлу то есть от начала до конца у нас компилировано допустим все с опции x на есть определенная функция которая скомпилирована с опции y и которая является допустим по множеством опции x и для функции full мы также запишем то что цеху которая начинается с таких-то адресов заканчивается таких адресов у нее совсем другая опция x а y чтобы было понятнее рассмотрим это на примере санитизации всего исходного файла но в котором есть одна функция с атрибутом нового санитайс адрес это значит то что данную функцию не надо ценизировать не надо компилировать с адрес санитайзером и для данной функции у нас компилятор сгенерит небольшой такой блок который поместится в ассемблерный файл этот блок состоит из всех до инструкций мы описываем секцию для заметочки которую это все кладется и как вы видите у этого блока есть старт и энд это как раз и начало и конец региона которому применяется эта заметочка то есть для между стартом и эндом у нас будет атрибут на такая-то область памяти не санитизирована после того как этот компилятор положил в ассемблерный код линкер это все слинковал мы это можем прочитать сторонними тулами мы это можем сдам пить вручную допустим ридельф это может прочитать и сказать нам для такого случая вот зеленым выделена область памяти который включен адрес санитайзер мы видим то что он включен на тестовый файл с . си на такой-то регион регион раз обозначает весь исходный файл и чуть ниже есть заметочка о том то что а сам выключен на таком-то регионе и в скобочках расшифровка то что это какая-то функция из такого-то исходного файла весь мы полностью покрыли за меточками весь исходный файл прочитали это все и не теперь владеем информацией о том какая часть исходного кода санитизирована какая часть не санитизирована замечательно у нас компилятор сгенерил такие заметочки сгенерил на все файлы на каждую функцию и так далее дальше наступает стадия линковки линковки производится объединение аннотаций объединение и и добавление своих новых аннотаций которыми владеет уже линкер в основном это на связывание символов и так далее не будем углубляться подробнее конце презентации есть на это примеры тут же наступает первый момент проверки таких аннотаций то есть на этапе линковки мы хотим понять а можем ли мы линковать эти два объектных файла можем ли мы их вместе соединить допустим или это соответствии с тем то что мы ожидаем на этот режим есть две политики строка и не строгая в строгой политике мы завершаем компиляцию с ошибкой и объясняем почему мы это можем не сделать они в строгой просто печатаем что внимание какие-то объект ники несовместимы между собой и все покажем как-то в строгом режиме работает у нас тут три опции как вы процедуры компиляции линковки первом случае мы синтезируем весь файл с адрес санитайзером санитайз.си во втором случае компилируем файл без санитайзеров ансанитайз.си третьей строчке пытаемся линковать третья строчка это как раз где линкер вступает в работу и со всеми сгенеренными заметочками со всеми сгенеренными аннотациями и с выставленным режимом то что мы можем линковать только синтезированные объекты потому что мы хотим так в данной политике тогда у нас будет ошибочка и эта ошибочка прямо скажет то что мы легко им синтезированы с не синтезированные объектами без аннотаций это пройдет все незамеченным нет слинкуется и мы об этом не узнаем и будем уже искать проблему если возникнет в таком примере уже на этапе запуска уже в рантайме что довольно таки дорого долго время затратно вот пример крупным планом все так же все исходные все объектники регенерируем с заметочками и линкуем даже ошибка является после того как мы все это слинковали все это применили у нас в загрузчике уже появляются и есть набор так сказать своих правил по этим правилам мы говорим что на таком-то наборе заметочек на таком наборе аннотаций мы можем запускать только определенные бинарники допустим мы хотим запускать все приложения для версии 5 5 и все приложения с включенными санитайзерами и опять же тут есть режим выкидывать ошибку если это не так и просто печатать предупреждение зависимости от того тестируем ли мы все наши приложения или уже отдаем в релиз и используем на девайсах пример как это работает без аннотаций вот можем видеть в первом блоке мы запускаем приложение на неподдерживаемый не поддерживаем окружении не поддерживаемой платформе и у нас динамический линкер печатает ошибочку о том то что символ не найден в такой-то библиотеке и так далее с включенными же аннотациями когда у нас есть вся информация о том под какое окружение собиралась под какую версию окружения это все собиралось мы получим такую ошибку вы можете видеть ниже в нижнем блоке данном случае место relocation arrow мы получим читабельную ошибку что мы пытаемся запустить приложение версии 40 на окружении 5 и 5 ошибка все тут уже сразу понятно что мы взяли бинарник допустим старой версии запускаем на новой версии телефона и так далее то есть время на поиск ошибок на обработку всяких различных проблем очень сильно снижается ну и позволяет конечно же так титья биай допустим несовместимость сильно сильно раньше не во время уже падение на финальных устройствах заранее уже прям при запуске или даже при линковке если и правила выставлены в итоге весь процесс выглядит так мы интегрировались в компилятор линкер загрузчик создаем заметочки в компиляторе чуть-чуть в линкере линкер их соединяет описываем правила в загрузчики что мы в итоге хотим и на выходе получаем либо успешный запуск либо читабельную ошибку о том почему мы не можем запустить какое-то приложение на какой-то таком-то окружении вот этот набор правил он расширяем и может варьироваться от того допустим какой какой версию мы тестируем то есть тестируем и мы релиз тестируем ли мы дебаг версию тестируем ли мы под сказать разные архитектуры и так далее заметочки описываются правила для заметочек описывается в загрузчики но настраиваются они с помощью внешних опций динамически то есть мы можем проверить то что все запускается а если что-то не спускается но мы хотим посмотреть как этот работает можем отключить проверочки уже во время работы в динамическом режиме и посмотреть чему это приведет здесь все перекомпилировать не надо в этом случае вставка таких заметочек вот как раз позволяет ответить на вопросы которые мы ставили при такой задачи первое это использует ли все одинаковые бей то есть со всеми заметочками со всей информацией мы можем четко сказать двух объектов x и y совместимы ли они бинар на можно ли их вместе запускать можем узнать размеры базовых типов то есть можем прямо сказать в такой-то сторонней версии вы чар имеет какой-то размер в нашей версии другой для релизных бинарников очень часто выставляются требования что они должны быть скомпилированы допустим в режиме минуса 2 в режиме стать протектор режиме фортифай все бинарники определенного типа спаем все остальные там с и и так далее и по этим заметочкам мы можем просто сделав определенный запрос проанализировать все файлы и сказать где это выполняется требования а где нет и для тех где не выполняется получим название исходных исходных версий файлов функции в которых это не применяется и можем сразу пойти туда и начать разбираться а в чем же проблема почему так это же решает вопрос об использовании сторонних версий приложений если они скомпилированы одним и тем же толчейном или нет а если скомпилированы другими толчейными тоже у нас будет информация о том то что заметочки отсутствует и нам хорошо бы проверить удовлетворяет ли они как требованиям финальным этих заметочках также содержится необходимый набор с запуска то есть допустим на одном устройстве у нас функции выбираются в рантайме и используются функции x функции y тоже а у нас есть требование что пусть используется только функции x как-то проверить опять же легко проанализируя все заметочки сюда же входит допустим размер стека то есть можем прямо сказать выполнены ли требования ничего ли не пойдет все ли пойдет так запуске уже на работе на девайсе ну и бонусом конечно же получаем ошибочки в случае несовместимости вместо relocation error runtime и так далее получим прямую информацию что этот бинарник допустим скомпилировать так протектором этот без и согласно данной политики и мы не можем запускать такие версии практические применения в обстримной версии такого плагина fedora это используется для того чтобы определять все ли пакеты все ли авторы пакетов правильно применили опции связанные с секьюрностью то есть везде ли выставлены fortify везде ли придерживается stack protector определенного уровня и так далее сюда же допустим входит проверка все ли приложения были скомпилированы 102 то есть проверки на то что все собрано с релизными флагами это делается уже простым статическим анализом мы вызываем некоторые внешние тулу и спрашиваем этот бинарник удовлетворяет нашим требованиям или нет и получаем ответ либо да либо нет и где и таких областях исходного кода это не выполняется в нашем случае как мы это использовали мы хотели узнать скомпилировали мы ли мы весь проект дебажный с санитайзерами а если нет то получить исходные файлы в которых санитайзеры не применились где они могут не применяться опять же либо напрямую перезаписываются атрибутами функции когда мы говорим то что такая функция должна быть не санитизированы и не смотреть почему это так или почему нет это могут быть все всевозможные а сам ставки исходный код или допустим на этом же этапе детектица использование сторонних библиотек которые скомпилированы без санитайзерами почему нас интересует именно покрытие санитайзерами вот для последнего пункта потому что это позволяет очень сильно упростить отладку когда синтезированном проекте у нас происходит ошибка связанная с тем то что часть приложения скомпилирована с санитайзерами а часть нет и эта ошибка идет санитайзерной части просачивается вне санитайзерами мою часть там что-то происходит в рантайме от уже не детектится и вылезает обратно и в той части в которой не санитизировалась могут происходить очень странные вещи это может сильно мешать на процессе анализа ошибки процессе почему она возникла и кто виноват в итоге где это чинить надо все это замечательно мы добавили аннотации заметки но кого их стоимость для небольших динамических заметочек которые загружаются в память и используется загрузчиком они состоят из четкой области который имеет размер 32 байта на каждый объектный файл то есть довольно таки небольшой оверхед по сравнению с общим размером и соответственно это 32 байта включаются в каждый объектный файл а при линковке они вместе уже мерзится согласно определенным правилам эти правила могут быть как и простые допустим просто выборка максимального значения как размер стековой области как более сложными в случае текстовых заметочек допустим опять же с синтезируем мы областями мы можем выбрать что файл либо частично синтезирован либо весь синтезирован и хотим ли мы это проверять и тут логика объединение заметок состоит уже из нескольких шагов для остальных аннотаций которые более подробные которые несут уже текстовую информацию они по размеру сильно больше на каждый объектный файл мы получили такие измерения то что они либо пределах 50 килобайтах на довольно таки больших проектах допустим компиляторы и браузеры а при объединении всех этих заметок со всех объектных файлов происходит уже их склеивание то есть чтобы мы могли понять какая часть из финального приложения она из какой области исходного кода пришла и какие там аннотации примены к этому исходному коду то есть данном случае они просто уже сцепляются вместе и поэтому финальный размер измеряется уже в мегабайтах опять же можно сравнивать это аналогии с дебаг инфой и так как эти заметочки довольно таки большие их уже можно выкусывать и хранить отдельно пусть они допустим лежат рядом с дебаг инфой так вот и устроена спасибо за внимание все по этим заметкам аннотациям дальше у меня есть дополнительные слайды о том как это применяется какие опции в итоге применяются в обстриме версии такого плагина и можем рассказать о том какие у нас в итоге применились нашли отражения так я спасибо 1 мажу пожалуйста все необходимые ссылочки на последнем слайде это описание процесса того что такое аннотирование презентация автора оригинального плагина нет ник лифтон из гцц из бену телей прошу прощения вот его эту лук раз адаптировали себя ну и ссылка на исходный код где это можно взять потрогать посмотреть и так далее классно спасибо уже в чате немножко пообсуждали где это можно взять папа обменивались ссылками из гугла что да если просто google битт получим множество статей множество ссылок о том как это работает федоре используется и так далее на всякий случай уточню я думаю что знаю ответ а это у нас были небольшие технические трудности вначале и и так понимаю большинство участников начала пропустила спросили что если что-то специфично когда ты говоришь система сборки федора это что-то необычная или в прицелом это неважно тексте давно доклада целом это неважно проблема в том то что системы сборок на больших проектах обычно несколько и если мы хотим пробрасывать какие-то опции на все системы сборки нам либо надо смотреть в каждом пакете что происходит каждый пакет это просто какой-то отдельный допустим плюсовый проект сишный проект их количество там достигает тысячи и конечно более либо вот какой-то общий подход сделать когда мы можем с помощью компилятора линкера и так далее это все пробрасывать и вот как раз такие аннотации позволяет это сделать то есть независимости от того чем компилируется чем линкуется и так далее если используется один и тот же компилятор линкер и так далее но при сборке релизных проектов обычно так и происходит получается что можно записать опции типа как раз м дебаг и все так и но в целом все опции компилятора записываете правильно по умолчанию записываются не все опции только те которые интересуют вот я сейчас на следующий слайд вот это просто слайды видно теперь да да вот эта часть опции который использует абстримная версия проекта который она записывает при компиляции с такими аннотациями то есть мы упоминали тут fortify source jlipsy assertion лучше допустим записывается были включены exception и clash и так далее все возможные то то что может сломать потом спор куда если собрать столь на разный месяц собрать с эксцепшенами без эксцепшенов то можно очень сильно грести да конечно и это вот как раз позволяет уже детектить на этапе линковки то есть прям при компиляции не в рам тайме сильно сильно раньше да да классно но получается дебаг символы отдельных ранее эти заметки эти аннотации они хранятся в отдельной секции файла не в дебаг секции это отдельный вопрос в смысле что на самом деле оригинальный вопрос был например записываете ли вы ндбаг это понимаю что это в основном делает все релиза что нет смысла записывать по сути вопрос есть добавляете ли вы мета информацию дебаж на эта сборка или релизная если какие-то опции с дебажной информации как бы пересекается с теми допустим что на слайде допустим все без fortify source то это соответственно записывается что без fortify source то есть не какой-то конкретный символ а прям отдельные опции конкретные для каждой функции файлы понятно если в чате были вопросы но я их пропустил да да мы только начали я здесь то просто мне кажется наверное немножко ну давай я спрошу а там пообсуждаем вопрос что запишется для m arch native то есть если просто включить нативно зависит от политик даже так не так не от политика от того что мы хотим записывать эти аннотации они очень сильно конфигуряться опциями то есть мы говорим запиши аннотации и запиши допустим только такие запишутся это все настраивается есть как бы суток полный а ну и конечно да и если мы добавляем какой-то сложной логику если архитектура такая запишет такие-то аннотации это все извне контролируется понятно супер так следующий вопрос это у нас тут были разговоры но я так понимаю что это к вопросу а тайтс может быть нет что вопрос такой были разговоры на тему компотабилити лейерс между несовместимыми обе и и что ты по этому поводу думаешь да из проблем с совместимостью себя я как раз им это одна из причин почему такая тула появилась в фидоре не только из-за опции компиляции мы это использовали для того чтобы сделать плавный переход на 11 стандарт в свое время и детектить все ли объектные файлы собраны верно ничего ли из старого не притащилось что может выстрелить фронтами как это дальше использовать можно сейчас поддерживается аннотации на размер базовых типов long double white чаров и позволяет синхронизировать все размеры базовых типов которые вот имеют могут иметь различный базовый размер вот и бей уже дтс на этапе компиляции линковки если что-то в дальнейшем ломается если в дальнейшем стандарте происходит изменение би а соответственно добавляются новые нотации и функции проверки и опять же для при переходе на новый стандарт мы можем сказать что и би ай тут ломается тут не ломается и почему это происходит всех да все я всех вижу такой интересный вопрос но направлен тебе поэтому я тебя спрошу откуда приложение может знать сколько ему нужно стека может быть рекурсия размер стека величина которую загрузчик уже выделяет до до запуска приложения фиксированная область это не размер стека для каждой функции она общее приложение это и 4 килобайта может быть и 8 килобайт зависимости от настроек даешь 8 мегабайт на стек так но мы тут как раз следующий вопрос из того что пропустилась сначала так еще один вопрос потому что пропустилась сначала мы уже в принципе обсудили ребята спрашивали где его как раз поискать и что и как и интересный вопрос про динамическую линковку правильно понимать что вообще как как тут есть и препятствует для динамической линковки вся эта история до плохо слушаю на слушаю так это это говорит это кажется тем а вопрос на кое-что препятствует какое препятствия имеется ввиду вот то есть если мы добавляем у нас в голове кто-то говорит прекратить это немедленно я слышу голоса что именно значит вопрос такой что это аннотирование его можно использовать во имя если используйте динамическая линковка понимаю что ответ да если у нас есть аннотации который компилятор сгенерил и есть еще возможность добавить аннотации сторонними туами то есть уже после допустим компиляции нет все делается если мы создаем как отдельную аннотацию и просто линкуем ее с тем что необходимо это все смержится и при запуске уже эти аннотации прочитаются и сопротивляют динамическое потому что это вопрос в том что то если например на есть все говорим про эльфа если я подключаю какую-то библиотеку конечно да во все приложи во все исполняемые файлы во все библиотеки записываются эти аннотации а если я возьму их динамическую библиотеку положу положу аннотации в части положу а в часть нет да это очень интересный случай и он сразу же возник конечно в случае мы напишем то что какая-то библиотека без аннотаций и что дальше делать это зависит от настроек либо жесткий режим когда мы запрещаем такую линковку динамическую и по лайтовой да просто пишем предупреждение это без аннотаций не знаем что там не знаем как поведет себя в рантайме удачи мой любимый режим работы компиляторов просто компилировать и в конце писать good luck да да прекрасно тут еще ребят добавляют что это же теперь можно прямо в пинарнике джейсона запихивать то есть никто нам не мешает засунут простыню джейсона в такое такое аннотацию почему выбран нет джейсона если уж серьезно отвечать секции для эль файлов потому что они уже есть они уже стандартизированы они уже используются и есть множество тулов которые их читают и поддерживают то есть поддержку уже из коробки идет мы пользуемся пользуемся тем что уже реализовано и но прекрасно было если можно представляешь в принципе все равно можно компайл джейсона software development если мы хоть не знаю весь пай план pipeline компилятор теории можем записать в объектный файл и сказать что на каждой функции применилась почему тут им на не сработал почему тут какой-то не сработало и дальше это анализировать вопрос там только как-то анализировать потому что информации очень много хранить можно в итоге и как процессе постепенно это происходит хотим узнавать все лесу 2 записали о 2 все ли со стек протектором записали стек протектор и так далее вопрос это прекрасно на самом деле как человек покушавший таких ошибок когда раздается компиляции все ломали и потом это оттаживать к этому просто искать их очень тяжело первые разы когда не понимаешь что происходит такое просто все значит хотелось бы уточнить статическая аннотация статические аннотации а статических отличаются тем что динамические линковщик видит только динамические аннотации наверное статические аннотации динамические чем отличаются вопрос скорее всего чем статические динамических и кто что видит такой линковщик статические аннотации можно рассматривать как той же области что и дебаг информацию она не загружается в память и просто идет за бинарником ее можно отдельно выкусить отдельно положить дебаг информацией динамически это те аннотации которые маленькие которые по 32 байта на каждый файл они уже и загружаются в память и загрузчик их читает и сравнивает говорит в итоге что делать с этой информацией ну и вот соответственно следующий вопрос а может ли само приложение увидеть такие аннотации или это все-таки само приложение вопрос там можно ли их прочитать уже какие записались аннотации да это делается внешне вами в допустим в ридель стандартный тулу для чтения файлы все есть вопрос в том что может ли бинарного самого самого приложения используются вот эти у нас есть на мишки нотации небольшие можно ли использовать в качестве констант каких-то это уже вопрос о том как прочитать свой собственный формат внутри скомпилируем уже файла принципе да потому что у нас есть указатели на текст секцию указатель на дата секцию у нас также есть указатель на начало заметок они все в одном формате что их можно как массив просто прочитать и вывести если уж что он хочется интересно хочется поиграться скорее надо придумать зачем мне это надо вот вопрос зачем это надо в плане оптимизации как можно использовать для оптимизации этим занимались следующий вопрос можно ли просматривать такие аннотации чем-нибудь типа обждам очевидно что ридельф должен помочь на бедельф показывает текстовом виде уже с расшифровками некоторых кодов а обждам по-моему у него нет расшифровки что конкретное поле означает у нас просто некоторые заметочки могут быть с кодами допустим такая-то опция это один такой такая-то опция это 2 ридельф покажет обозначение этих тех кодов там как сырую информацию ну тем не менее можно тоже хорошо правильно конечно алексей все пытается сломать как всегда следующий вопрос если какие-то ограничения на информацию которые можно хранить в аннотациях объем на содержимое можно ли запрещенный роскомнадзором видеоролик хранить в аннотации можно ли так запрещенную информацию передавать ну нет вопрос именно скорее в том что вопрос в том что если ограничения какие-то это остальное уже просто шутейки ограничения в статические аннотации которые не загружаются в память никаких ограничений нет то есть можем положить до любой текст любую и любое количество символов и дальше анализировать вопрос надо ли это или нет но но можно можно же так дистрибьюти мануалы руководство разработчика вот это все бинарник следующий вопрос про размер стека что если используется сплит этой сегменты стек это все опять же описывается аннотациями то есть не просто какой-то стоит какого-то размер на определенные подобности определенные разграничения нотация просто маркер на исходный код с такого-то региона по такой-то какие-то свойства тел алексей пишет что динамические аннотации можно использовать для логирования как минимум просто чтобы записать что с например какая-то версия динамические аннотации можно конечно в принципе можно просто логировать ну да или это может же получается как бы если например за дата целью воспроизводимую сборку делать мне кажется это вполне полезная штука например ты можешь по опциям компиляции проверить что ну что ты собираешь всегда одним и тем же в смысле что опция компиляции например не изменилась от одного одной версии компилятора другой или сна в общем что этот бинарник собирался так же как предыдущий динамик да конечно это все можно проверить можно просто прочитать там записано этих аннотациях и убедиться и опять же просто при запуске можно выставить такое правило то есть у всех должно быть у всех приложение должен быть определенный набор если чего-то нет из этого набора ошибка удобно алексей уже пошли какие-то фантазии на тему того что это можно использовать чтобы определять какой из сервисов 500 от алексея хватит надеюсь что для такого это не будет использоваться на его просто от меня моему опыту когда мы предлагаем исправить куда ошибку новой технологии вначале происходит очень больное внедрение было здесь такое не расскажешь как внедрение происходило до с этим было попроще в проекте где это впервые применилось потому что мы в этом проекте были ответственны за лучей из-за компилятор линкер и загрузчик и весь проект собирается нашими пламя то есть мы просто внедрили тулы тулы в толчейн и все пересобрали дальше уже анализировали то есть больного внедрения не было как обходились со сторонними приложениями которые собраны вне как бы нашего поля вот тут уже приходили подсказки о том то что они какие-то приложения собраны без аннотаций посмотреть на них внимательно не было то есть это техника реально помогла просто знаешь бывает как добавляет что-то новое совсем непривычное бывает что там неделю тупишь на какую-то непонятную ошибку которая потом оказывается очень простой ты еще как бы в этот не переключился на парадигму или что-нибудь такое я было таких интересных историй у да изначально и вот эта технология на применяется как плагин компилятору поверьте которой мы использовали от плагин gcc интерфейс плагинов gcc он не шибко богат на сказать теперь и там есть свои недостатки связанные с тем то что при обновлении версии ломается плагины и так далее и то есть получается надо поддерживать и в двух местах отдельно плагин проверять отдельно компилятор проверять и самая большая грабля которая в этом случае возникла у нас кросс компиляция когда мы им пилируем на хосте от x86 а запускаем все на уже телефона где arm тут у нас должен быть и плагин соответствующий и компилятор соответствующий они с разных архитектур должны друг с другом общаться в общем это была самая большая проблема как-то реализовать и почему мы внедрили это все в компилятор как раз чтобы решить такую проблему чтобы просто не мучиться да круто ну логично представляю сколько этого работы в раз компиляции это если все хорошо то она работает если есть какие-то проблемы очень надолго сразу причем была интересная история о том то что в прошлом году автор это проекта вот она бен выступал на конференции к нему подошли мы к нему подошли и спросили что мы попробовали ваш продукт он очень крутой но у нас проблемы с кросс компиляции вот вы не встречались таким а что нам ответили да какие то могут быть проблемы там все вроде понятно вот мы полгода мучились мучились внедрили в компилятор буквально месяц назад разработчика письмо в общий mail-лист о том то что оказывается есть проблемы при кросс компиляции каким-то плагином по граблям походили очень очень интересно спасибо еще раз за доклад у нас останется минутка сейчас продолжим в зуме общаться присылают ссылки в чатике благодаря тебя за личный доклад тоже спасибо всем как тебе да спасибо михаил за доклад сергеев за вопросы у меня есть один насколько это сильно интегрировано в gcc у меня кросс-платформенная как раз компиляция есть на мбд но я кланк использую соответственно это настой очень захаркожено и сильно привязано gcc решение обстримная версия это плагин который завязан на определенной версии вилятора и есть плагин и gcc и к клангу к лвему наши версии на компилятор которая внутри компилятора на по-моему только в виде патчей сейчас и не на обстриме можно воспривать все осталось 10 секунд до следующего блока прошу переходить дискуссионную комнату ну и и Продолжение следует...